здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня мы с вами разберемся в абьюзивных отношениях я вам обещала когда делала разбор бешимбаева и салтанат вы видите на презентацию на презентации эту пару но разбираться мы будем не только по теме психологии невербалики основной акцент я хочу сегодня сделать именно на астрологии ческих аспектах потому что эти аспекты наиболее точно объясняют вообще для чего в нашей жизни появляются такие люди что с этим делать и и вообще много полезной информации сегодня вы получите кроме того как прорабатывать такие аспекты я обязательно вам это все скажу я вам покажу очень интересные примеры а не только вот с этой парой но и еще у меня есть интересные скажем так зарисовки и я думаю что вам будет это очень полезно и сейчас я предлагаю вам посмотреть на фотографию которую я сейчас на презентации поместила сзади себя а потому что это можно сказать такое вступление в наш наш разбор а вы видите что вот они сейчас на фотографии сидят и поза выбрана довольно интересное интересное с точки зрения анализа невербально невербальных сигналов тела что мы из этого можем извлечь мы видим что мужчина на фотографии обнял свою женщину во первых он находится сзади но здесь в общем то можно допустить что это просто было удобно она подсела да вот как бы здесь претензий особых я не не могу предъявлять да но что меня насторожило в этой фотографии то что он ее обнимает за шею при этом у него сжаты губы она улыбается он не улыбается у него несмотря на то что надеты очки и не видно глаз но я вижу в его жесте жест превосходства и он как бы говорит это мое это моя женщина это демонстрация того что это ну моя собственность да и здесь я хотела бы вам немножко рассказать про жесты касаемо шеи шея как вы знаете это самое опасное место на нашей теле на нашем теле дело в том что наши предки уделяли особое внимание именно шеи почему потому что самый простой способ умер умерщвление противника это было перекусывание сонной артерии да вы знаете что у наших предков были очень мощные зубы клыки и шею они предпочитали оберегать потому что ну самое ну незащищенное место это именно шея и шея уделялось большое значение например самка вожака она носила бусы которые он ей давал для того чтобы остальные самцы видели что эта самка принадлежит вожаку и не приближались к ней кроме того ну то есть шея это такое сакральное место для любого человека это бессознательно к нам пришло из скажем из от наших предков да и в общем то сейчас это имеет тоже очень важное значение важное значение с точки зрения вот бессознательных сигналов когда мужчина предпочитает контролировать именно шею ну вот на теле женщины есть много интересных мест которые могут быть для мужчины интересны с точки зрения сексуальности или других каких-то его устремлений да и желаний но если мужчина старается контролировать именно шею то перед нами человек который склонен доминировать ну вот в полном объеме то есть самое опасное место он берет под контроль он ну скажем так через оберегание как бы да но на самом деле он контролирует контролирует самое жизненно важное место на теле своей женщины то есть здесь речь даже не о сексуальности а именно о контроле ну если например мужчину то это целая система есть но если например мужчина контролирует больше талию женщины то он настроен на где-то рождение дата на грудь другие факторы у меня это есть если интересно напишите в комментариях я вам прям полную раскладку дам потому на что ориентируется мужчина да вот и что он про и проецирует через свои вот эти вот скажем акцентирование внимания на теле женщина но в данном случае я вижу что перед нами пара где мужчина очень любит все контролировать кроме того все таки давайте на секундочку учтем то что он находится сзади а именно сзади удобнее всего все контролировать то есть контроль у нас по шее контроль у нас контроль с доминированием да на шее контроль то что он находится сзади и то что он сжал губы он не улыбается это не шутка это серьезно понимаете вот она улыбается она подыгрывает она как-то вот причем смотрите она вот взяла его тоже за руку но тут непонятно вообще для чего она взяла чтобы ослабить контроль или для того чтобы как-то вот и его поддержать в этом стремлении то есть здесь конечно же ну как говорится если это переложить на сексуальность да то чем бы дитя не тешилось лишь бы не вешалась сексе этот мужчина точно любит доминировать и контролировать но но мы с вами знаем чем это закончилось и вот здесь уже что называется уже постфактум можем понять что перед нами ну пара которая возможно ну вот вот это практиковала такие вещи да но это уже не важно важно другое важно что он предпочитает контролировать свою женщину абсолютно во всем да но давайте все таки перейдем непосредственно к разборам да и я еще прежде чем приступить к разборам хочу вам показать и ну вот и вот это вы можете даже заскринить или себе такую памятку сделать вообще в принципе если вы у меня на курсе астрология обучаетесь у меня такой мини-курс есть для того чтобы вы просто сделали первые шаги в астрологии до чтоб научились программу z9 использовать и ну хоть как-то видеть вот эту вот натальную карту образно да вот для этого я сделала мини-курс чтобы каждому из вас это было даст доступно под видео вы найдете ссылочку можете присоединяться кто уже со мной вот это будет очень полезно с точки зрения именно ну вот как дополнительное такое занятие по опасным звоночкам если вам интересно разобраться в своей паре и не вы не хотите заморачиваться приходите ко мне на консультацию ссылочку я тоже помещу под этим видео а сейчас вот хочу вам показать какие опасные звоночки вы в своей натальной карте можете увидеть и в натальной карте своего мужчины кроме того когда вы составляете синастрию это может образовываться вот такая вот опасная ситуация уже в синастрической вот карте до двойной карте но вы я думаю что вы понимаете о чем я говорю да так вот значит какие именно это опасные звоночки это значит квадрат либо оппозиция это вот эти красные линии которые в программе сейчас я вам покажу ну вот кто уже учится вы ну вот я на обучении показываю вот эти красные линии это значит что планеты между собой ссорятся это вот допустим вот это через весь круг это оппозиция а вот вот такие вот не через весь круг но тоже красные это квадраты вот эти вот 2 2 варианта соединение между планетами являются опасными звоночками так вот если эти опасные звоночки соединяют личные планеты такие как солнце луну марс и венеру с трансурановым ну вот две тут трансурановые и 1 злобная но хотя знаете это не скажу вот что она прям злобная да действительно сатурн до считают довольно злобной планетой да но она за порядок да она за контроль она любит контролировать это кто из нас любит контроль мы не любим контроль мы любим жить как цветочки да и мы не любим вот этих вот энергии поэтому конечно же многие из нас считаются торн злой планетой но отношение к нему может быть любое но если от сатурна плутона и урана идет красная линия к солнцу луне марсу или венере вот либо в вашей натальной карте а либо в натальной карте партнера либо вашей синастрической вот этой карте вы видите вот красные линии вот от этих планет между этими планетами то обязательно досмотрите до конца я в конце вам расскажу как прорабатывать энергию каждой из этих планет что с этим делать а сейчас я все-таки перейду к разбору натальных карт ну вот этого примера который мы сейчас с вами видели на фотографии да например салтанат и бешимбаева и еще один пример я нашла тоже с трагичной судьбой и тоже вот там были такие же опасные звоночки мы с вами разберем какие именно опасные звоночки были и в натальной карте женщины и в натальной карте мужчины и в их синастрии ну в общем я думаю что вам очень это будет полезно интересно и оставайтесь дальше со мной что называется ну давайте полюбуемся как бешимбаев например это это уже был этот скажем разбор да просто я хочу вам напомнить как он красиво рассказывал про то какой он белый пушистый замечательный и вот хочется ж ему верить давайте посмотрим а потом рассмотрим его натальную карту и салтанат по дороге и мы отошли я говорю ну какой-то диалог я пытался построить пытался я станет игры успокойся возьми себя пожалуйста в руки ну вот зачем ты такую эскалацию да ну она не слушала и вот очень быстрым шагом мы шли вот я слушал все и вот видите по невербальным сигналом тела сразу видно что да он так открыто красиво жестикулирует все и говорит вроде вот никаких претензий к человеку но в конце когда он сказал он взял его так вот и немножко собрал и поджал губы то есть это сигнал того что он много чего скрывает ну там понятно что все скрывает ну естественно что тело она выдает но кстати в следующем примере который я сегодня же вам покажу на там вообще просто блестящий артист ну вообще вау к за артистизм можно поставить 5 и даже там я вам скажу а почему невербальные сигналы тела не всегда работают не всегда мы можем сделать четкий анализ поэтому и к сожалению ну вот в данном случае спасение утопающих дело рук самих утопающих если вы не хотите попасть в абьюзивные отношения делайте хороший анализ натальной карты прежде чем вступить в эти отношения да ну давайте я не буду очень долго с ним что называется сюсюкаться давайте посмотрим натальные карты значит вот салтанат и бешимба нет наоборот здесь бешимбаев здесь салтанат и что мы здесь видим видим самый главный аспект это оппозиция солнце плутон у обоих видите вот это вот тут от луны оппозиция но на луну я наверное не буду брать в учет потому что луна в течение дня проходит много градусов и поэтому вот этот аспект он построен на 12 градусов дня чуть там 6 часов туда 6 часов обратно и этого этой оппозиции этого квадрата от луны не будет поэтому я луну не буду учитывать ни в каких случаях но просто она у меня стоит в программе поэтому вот эти оппозиции они получились но самая главная оппозиция которая сразу говорит о том что этих людей судьба свела не случайно этим людям надо было ну как-то взаимодействовать для чего для того чтобы но вообще в принципе для чего встречаются люди вот такие вот с такими сложностями причем с одинаковыми сложностями для того чтобы вместе проходить уроки и это ну такой закон жизни хотим мы или не хотим но все вот эти красные аспекты я кстати говорю это на своем обучении все эти красные аспекты которые у вас есть на обучении или на консультациях в общем я всегда это говорю если у вас есть красные аспекты то это значит что с этими планетами надо работать и в данном случае мы видим что у него оппозиция солнце плутон и у нее оппозиция солнце плутон причем у нее это оппозиция усложнена очень сильно тем что это не просто оппозиция а то у квадрат мало того что планеты между собой в оппозиции ссорятся они ну вот когда это оппозиция это значит что они ненавидят друг друга просто лютой ненавистью вот представьте в коммунальной квартире живут жители которые ненавидят друг друга до такой степени что вам приходится просто чуть ли не ставить у их комнат да вот каких-то охранников чтобы они не поубивали друг друга и представляете сколько ресурсов у человека уходит на то чтобы этих жителей просто не допустить убийства в этой планете да вернее вы в этом доме вот рассматривайте вот эти вот круги это как дом да это большой дом коммунальный такой где живут жители и ваша задача чтобы эти жители работали на благо этого дома а если они между собой ссорятся то какая может быть вообще жизнь если они там ссорятся там дебоши какие-то устраивают все планеты не высыпаются да но это я уже просто перевожу на какой-то такой бытовой уровень для того чтобы вы понимали опасность вот этих всех красных аспектов и вот все эти кра до вернемся все таки к салтанат да у нее мало того что это оппозиция еще и от этой оппозиции идут квадраты к сатурну и лилит это просто вообще атас насколько это все серьезно потому что ну мало того что само солнце с плутоном в оппозиции это такой аспект который говорит что вот представьте солнце это мощный источник энергии но доброй такой энергии солнце она делает так что мы все живем благодаря солнцу да на нашей планете земля есть ресурсы для того чтобы мы жили для того чтобы растения цвели да да вырастали то есть вот жизнь на земле она благодаря солнцу и солнце выполняет функцию именно вот такого вот светила доброго светила надо безусловно если солнце сильно много то конечно же это тоже плохо но солнце она все-таки позитивная такая энергия да и плутон а плутон он делает скажем он за то чтобы все трансформировать вот ему есть какой-то порядок вещей плутон приходит все перестраивает это тот базаров который должен все разрушить а потом на этом месте может быть мы что-нибудь построим да но то есть что поделать есть хорошие есть плохие причем плутон тоже обладает мощнейшие силы это мощная планета ну вернее мощный такой вот энергия но плутон это как раз вот и название такое да это ядерная энергия которая и в общем то это очень четко иллюстрирует до солнце это такая вот мягкая энергия да такая вот созидательная энергия а плутон это энергия взрыва эта энергия разрушающая но после взрыва обычно все по новой находит жизнь находит свои лазейки да и снова появляется уже в новом каком-то виде в новом каком-то в новой ипостаси и тем не менее все-таки солнышком и алиц скажем так и иллюстрируем такой доброй энергии а плутон это злая разрушающая энергия но это два светила которые обладают очень мощной энергией и человеку с такой оппозиции ему приходится всегда быть что называется вот между двух огней он мечется и и кумным и красивым он не знает куда ему куда вроде как умные да ну вот допустим плутон он же невзирая на то что он плохишь да такой плохой но он же такой интересный он так влечет а солнце такое хорошее но иногда может быть недостаточно много адреналина дает да недостаточно интересно недостаточно может быть зрелищно и поэтому человека человек разрывается между вот этими двумя очередями к умным и красивым и соответственно много энергии уходит на это причем если это оппозиция то конечно же это такой негативный аспект когда человека просто дергает из стороны в сторону и он не знает как как вообще чего ну и соответственно вот такая вот энергетика в каждом из нас что касается все таки практичной на такой составляющей когда у женщины в натальной карте вот эта оппозиция это значит что она автоматически да будет добавлять себе вот этот драйв если в жизни в у нее у нее не хватает этого драйва она там все упорядочила все успокоило обязательно найдется вот этот раздражитель и в виде мужчины как правило он и приходит потому что солнце еще в натальной женщине натальной карте женщине олицетворяет мужчину в ее жизни сначала этом отец потом это муж и получается что с такой оппозиции это будет обязательно очень жесткий партнер который будет добавлять и вот эту вот этот драйв до который будет ее выводить на все эмоции так мало того вот у него допустим это просто оппозиция до его колбасит ну и колбасит а ее колбасит и если слишком уж ее колбасит да вот если у нее там слишком много эмоций ее это выводит через то у квадрат на сатурн а сатурн как я вначале сказала сатурн это такой строгий контролер который контролирует да вот здесь вот как бы это такой полицейский да вот вы конечно можете конфликтовать но не смейте вообще заходить за красную черту а если вы зашли то я вас буду наказывать и вот эти вот все оппозиции и квадраты они усугубляют да усугубляют у салтанат ситуацию до которую мы с вами увидели так вот что касается на салтанат вот оппозиция солнце плутон дает мощную энергию добро и зло борются кстати вот яркий пример вот такого вот сейчас вам покажу знаете кто это хит леджер посмотрите почитайте его биографию человека сыграл джокера причем до этого джокера он играл таких этих мальчиков таких но таких прям ванильных мальчиков а потом сыграл злодея и после этой роли он ну то ли он не вышел из этой роли у него началась бессонница и он после того как слишком большую дозу снотворного выпил или там каких-то запрещенных веществ я точно не знаю но в общем в итоге он погиб в возрасте кажется 28 лет то есть вот это вот как раз для иллюстрации вот этого аспекта когда солнце с плутоном в оппозиции кроме того у адель тоже такая оппозиция и мы с вами я не знаю вот у нее что с личной жизнью но она так вот производит впечатление очень такой жесткой женщины да вот у нее несмотря на то что там песни могут быть всякие разные да но она вот производит такое впечатление что она жесткая и с ней не забалуешь вот то есть вот этот аспект для иллюстрации если вам интересно почитайте посмотрите про этих людей да и чтобы вы понимали о чем идет речь так вот смотрите получается что ну вот давайте про салтанат да вот у нее предрасположенность к тому чтобы притягивать таких мужчин которые ей создают вот эту проблему да дальше что еще квадрат плутон сатурн от плутона идет вот этот квадрат к сатурну а это подсознательно тянется к разрушениям кроме того могут быть сексуальные извращения но здесь ладно уже не будем это но просто я с точки зрения именно вот если у вас такое есть да чтоб вы понимали что это такое дальше квадрат сатурн солнце от сатурна идет к солнышку у нас квадрат а это говорит о том что сложности с вступлением в брак она потому что знаете кого знаю не хочу кого хочу не знаю здесь сатурн очень четко контролирует мужчин в ее жизни и мужчина должен что называется в игольное ушко войти но это ладно но в итоге получается обычно что такие большие запросы да но в итоге оказывается что муж очень жесткий и доминирующий то есть в итоге женщина отдает свое предпочтение как раз именно не совсем тому что надо он будет ее держать ежовых рукавицах либо это поздний брак но естественно это понятно и объяснимо что брак может быть поздним потому что женщина очень сложно выбирает мужчину а дальше квадрат от сатурна еще к венере идет тоже такой звоночек дефицит денег и любви но вот как же вот когда это в женском гороскопе то это говорит о том что женщина привыкла экономить до экономить на себе вот как правило это же знак того что женщина будет покладистая такая жена но за счет знаете такого внутреннего пессимизма она будет экономить на себе но она будет внутри себя ну как бы вот переживать очень много а и вообще это такой довольно неприятный сигнал того что у человека может могут быть проблемы с деньгами да с финансами и ну потому что нехватка любви до нехватка денег ну и так далее значит это у нас бешимбаев сейчас я тут просто много этих всяких и вот смотрите их синастрия что здесь хочу вам показать но мало того что у них вот этот очень сложный аспект солнца с плутоном у обоих то получается что они просто примагнитились а судьба на вот вселенная она так вот приводит в нашу жизнь именно тех кто будет нам вот это вот лечить понимаете либо с таким же аспектом либо с каким-то похожим аспектом и вот соединяются люди с этими аспектами для того чтобы эти аспекты прорабатывать потому что человек существо довольно ленивая и если он не сталкивается с проблемой то вот эти вот аспекты они его не будут ну скажем так особо беспокоить и работать он над ними не захочет поэтому в нашу жизнь приходят именно вот эти раздражители провокаторы и так далее для того чтобы мы над этим работали поэтому если у вас натальной карте вот вы построите натальную карту и увидите что полно оппозиции радуйтесь у вас значит вселенная дает вам возможность много поработать пройти большой путь для того чтобы вот в этой жизни вам дается интересная насыщенная жизнь да безусловно будут провокаторы да безусловно вы столкнетесь с массой сложностей но зато потом у вас будет что вспомнить я в общем то так позитивно к этому отношусь но не знаю как вы на это смотрите но у меня просто много таких моментов которые надо работать и работать приходится всю жизнь и вселенная дает нам ровно столько сколько мы в силах вынести поэтому смотря на большое количество позиций и квадратов я понимаю что передо мной сильный человек даже если он об этом пока не знает то есть если вселенная дала ему такое тех задания значит человек это вынесет у него есть этот потенциал и я изначально с большим уважением отношусь вот таким людям а потому что ну а куда деваться если уже как говорится драку заказывали не волнует оплачено да и смотрите что происходит когда эти две карты объединяются а здесь получается такая вообще опасная смесь но вы помните что у салтанат вот внутри находится карта салтанат снаружи бешимбаев так вот у салтанат мы помним что от солнца идет оппозиция к сатур к этому к плутону да и здесь ее проблемы не обозначаются здесь видите это оппозиция заменилась оппозиции и и солнца к его урану то есть это и есть тот провокатор который ее должен был вывести на какой-то новый уровень развития но учитывая что это вообще у нее очень сложная тех задания да по жизни здесь надо было но знаете как сказать здесь очень сложно вырулить но вот эту ситуацию самой по себе да и плюс еще получается что когда в ее жизнь пришел бешимбаев он провокациями и и настолько мало того что вот допу ее то у квадраты это это очень сложно это каждый день ей подбрасывал к и ну и ее жизнь не была легкой до ее жизнь состояла из работы с этим то у квадратом да вот представьте у нее всегда вот это вот конфликтная ситуация что называется рана на теле да есть у нее и с этим она изначально жила а тут пришел человек и он постоянно сыпал ей соль на эту рана постоянно ковырялся в ее ране причем очень жесткая причем через уран уран это вообще неожиданные какие-то события непредсказуемые то что мы не можем вообще предусмотреть да вот он пришел для того чтобы вот прям ну я не хочу так выражаться но пример такой что он пришел бить ее по этой ранее понимаете вот не зажившая рана она есть да и этот человек пришел бить ее по этой ранее пока вот человек не найдет в себе сил эту рану как-то с помощью своих внутренних резервов залечить понимаете вот он пришел именно для этого и ну что тут поделать получается действительно очень сложная ситуация и ну если допустим вашей вот вашей синастрии что-то подобное есть то знаете когда это видишь когда это понимаешь да то уже легче с этим работать кроме того я вам в конце обязательно скажу как прорабатывать каждый вот этот вот каждого участника вот этой оппозиции да это все есть механизмы просто ну я не знаю по какой причине салтанат это но этого не рассмотрела да у нее еще и по домам она могла посмотреть да она же астрологией занималась но здесь уже как говорится не судить ни в коем случае нельзя потому что я тоже была вот в этой ситуации в конце я думаю что я вам покажу и свою ситуацию тоже я тоже в 10 лет прожила вот в такие в подобных условиях да и я прекрасно понимаю салтанат вот с точки зрения по-человечески да как сапожник без сапог и так далее но вот сейчас вот у нас есть возможность на ее примере сделать так чтобы с нами этого не случилось да и самый первый шаг это увидеть увидеть ту проблему которую нам несет вот это вот соединение поэтому но здесь конечно же и квадраты у них и все такое так я совместимость не стала то есть понимаете что какой инструмент был у вселенной это вот их встреча да и он как провокатор пришел в ее жизнь для того чтобы ей как-то работать над собой но к сожалению это не принесло результатов и вообще в принципе не понимаете да что здесь как раз вот в этой всей системе да как вы понимаете включились личная планета солнце да и от солнца был аспект оппозиция к плутону и курану когда уже совместная да то есть вот для того чтобы вы понимали и у нее еще с сатурном да то есть получается что у нее по полной программе да ну dot до встречи с бешимбаевым просто по плутону и сатурна у нее солнце там как-то находила компромисс да а он пришел еще и ураном добавил добавил проблем в ее жизнь ну соответственно как вы понимаете ну как бы можно какое-то время чашка может падать падать до потом когда сильнее упадет она разбивается вот к сожалению вот такая история произошла а теперь хочу вам еще один пример показать о котором возможно вы забыли это тоже был такой пример ну просто чудовищный пример когда это как этим семья кабановых это алексей кабанов это ирина кабанова значит он убил свою жену причем у них там совместные дети в соседней комнате судя по всему даже дети были в этот момент или ну я не знаю точно да вот этих подробностей он убил ее расчленил ее тело спрятал в машине которая стояла во дворе это было 3 января было холодно поэтому ну как бы вот удалось это как-то скрыть да получается ну тело не стало разлагаться пока потому что были холода так вот и при этом он в социальных сетях стал размещать объявления по поводу того что пропала ирочка она ушла неизвестно куда и он даже мало того он даже давал интервью и давайте посмотрим на него сейчас я себя уберу а я себя сюда лучше уберу потому что у меня там выноски почему вот с точки зрения невербального поведения ну вот он так убедительно врал я вам объясню давайте посмотрим как он это делал им просто блестяще это сделал потому что вот я даже когда смотрела ну вот понимаете тут тут вот много факторов сыграла на то что ему хочется верить понимаете вот такие люди они обладают даром убеждения и но я почитала его биографию почитала биографию ирины там в общем то все к этому шло но тем не менее давайте смотреть так что что у меня не включается скажите пожалуйста как вообще произошло как это как случилось как вы поняли ну 3 числа я вышел из дома утром и исчезла с тех пор и больше никаких не было ни звонков не смс телефон стал выключен до нее там дозванивались люди которые с ней должны были встречаться телефон уже выключен и сих пор ни разу не включался потом я обратился в милицию в полицию потом в тот же день обратился в лизуалерт ну или мне даже сами предложили свою помощь все эти сценарии разбиваются об одной вещь я не могу себе представить ни одной ситуации даже самый кризис самый черный с точки зрения там психологии какой-то я не знаю отношений чтобы ира не сообщила что она ушла куда-то чтобы она оставила детей чтобы и все эти и поэтому версии которые могут быть они все об этом сбываются и вот знаете с точки зрения невербалики я хотела не останавливать видео чтобы вы посмотрели внимательно да и что но как бы почему невербалика здесь не особо сработало первое потому что чувство вины и эмоция печали они очень похожи к сожалению и здесь получается что ну как бы по эмоциям не получается его распознать а он знаете он очень артистичен вот как правило психопаты они очень артистичны безумно артистичны и здесь вот его фишка и его успех успех вот именно вот этой вот всей комбинации до в том что он стал именно в позицию жертвы вот именно встал в роль того человека от которого действительно ира ушла понимаете он не концентрировался на чувстве вины или на каких-то других факторов он сконцентрировался на том что вошел в роль по-настоящему понимаете и он с позиции вот этого брошенного мужчины размышлял до получать что он не боялся закапываться в эти подробности да он вот что выдает всегда любого лжеца неопытного на то что он старается уйти от факта от факта где все опасно где его могут поймать а этот не боится он берет и открывает какие-то подробности он размышляет он он ну как бы и ему хочется верить понимаете и вообще в принципе если вам нужно собрать вот самый лучший способ собрать без сучка без задоринки надо поверить в свою вот эту версию поверить настолько вот как поверил в данном случае этот самый кабанок причем знаете я читала его биографию у него вот этот вот эта способность да она с детства и кстати вот эту способность я в натальной карте вам покажу так 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 да она тоже присутствует как в общем-то и у бешимбаева она у них разные немножечко аспекты но тем не менее эти аспекты показывают на то что человек с прекрасными артистическими способностями вот только бы вот эту энергию да в мирное русло а как показывала жизнь он полный неудачник который просрал кучу денег который был всем должен который считал что он самый умный и вот получается что ира попала ему аира такая вся потенциал у нее бешеный там тоже солнце с плутоном мощнейший ну и соответственно вот такое ничто встретила женщину с очень большими амбициями тоже со своими тараканами но вот пол в любом случае встретились они и результат как мы с вами знаем оказался плачевный да так вот самая главная фишка в данном случае вот этого вот человека преступника в том что он не просто играет роль а он по станиславскому он стал этим самым вот брошенным мужчиной да и вот он сидит и размышляет на тему того что куда же она могла пойти и как ну то есть вот он он прям реально в этом образе что прям что ушел куда-то чтобы он оставил детей то есть видите идет работа с возражениями да вот ему кто-то может сказать а как же она ушла детей бросила так он сам это говорит да то есть он не боится этой темы любой врун который понимает что вот если так копнуть очень серьезно то он же виноват да но этот вообще вот полностью верит в то что он не виноват вот он он сам в это поверил да и он и он пытается вместе с нами вот эти возражения да как она могла детей бросить и сам удивляется вот эта эмоция удивления вообще блестящий актер вот ему актерскую карьеру был бы успешный мужик а вот видите не туда пошел все эти и поэтому версии которые могут быть они все об этом не сбываются и для меня к сожалению даже если бы я предполагал что она может это сделать мне было бы наверное проще может быть даже дольше бы ждал бы не вызывая милицию я не могу себе представить вариант при котором она хочет уехать но нет проблем у нас нет у нас достаточно близкие отношения для того чтобы она могла сказать я хочу быть одна не хочу никого меня слышать не важно куда я уехал на что у меня не будет сколько не знаю уход был спонтанный но уход был недалекий ну то есть человек не собирался никуда далеко это была первая попавшаяся кухня первая попавшаяся ну вот одежда обычная никаких с собой дополнительных вещей не было денег с собой не было ну мало было карманные деньги полторы тысячи то есть я абсолютно точно уверен что человек не собирался никуда далеко человек собирался погулять по району может быть съездить в кафе но не будет ну что могу поставить пять с плюсом его актерскому мастерству но давайте посмотрим их натальные карты а так но здесь совместимы давайте по нему сначала пройдемся вот мы видим у него четенький того квадрат а нет это ирина сейчас так 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 давайте с него начнем все таки у него тоже есть тау квадрат смотрите что у него плутон да как мы уже сейчас я себя передвину что много себя занимаю значит плутон находится в оппозиции к венере и к белой луне и здесь у нас марс и сатурн то есть получается что участвуют в этом всем и плутон и сатурн вот с точки зрения вот этих плохих до планет и здесь личные планеты венера марс и белая луна в общем то тоже там отдельная история значит что марс квадрат плутон это возможно агрессия это возможно какие-то события аварийные ну то есть это часто бывает так что человек притягивает в свою жизнь ситуации где он либо жертва либо палач да то есть вот какие то непредвиденные неожиданные ситуации вот вот эта квадратура дает дальше плутон квадрат сатурн вот квадрат у нас до пренебрежение нравственными нормами быстрый переход к насилию интерес к преступной деятельности вот что дает вот этот квадрат дальше плутон в оппозиции с венерой это у нас необузданная погоня за удовольствиями роскошью и сладкой жизнью и действительно как показывает жизнь алексея он изо всех сил старался изображать из себя такого успешного бизнесмена он брал кредит и он открывал кафе он там что-то много чего делал но все это сводилось именно к тому что он просто хотел красиво жить но работать он не хотел но вот это вот оппозиция она как раз об этом и говорит что как вот есть пословица в роды в роды в бог пани тонны дав гроши на расходы а это вот и украинская пословица я не совсем может быть правильно это сказала но у меня бабушка всегда эту пословицу говорила и вот это вот прям четко иллюстрирует вот эту оппозицию да то есть хочется жить хорошо но денег на расходы нету да и вот опять таки вот это денег на расходы нет вот пожалуйста от венеры квадрат к сатурну который мы только что видели до который я вам только что говорила в у салтанат был то есть как бы она не билась все равно она будет на грани финансовых невозможно будет всегда себя всегда надо себя немножко сдерживать в ежовых рукавицах это как раз вот сатурн это действует в венере хочется роскоши но денег всегда не хватает потому что сатурн всегда контролирует и не дает ей достаточных денег на расходы а жить хочется очень ярко жизнь хочется на полную катушку то есть вот это вот ну вот в первую очередь вот сигнал того что плохо вот с финансовой точки зрения человеку не хватает на его роскошь которые ему очень хочется да и соответственно так вот получается что человек вот в данном случае человек обозлился до обозлился на то что хочется а не может соответственно идет вот такая реакция но каждый из нас дает реакцию свою да на любую ситуацию ситуации бывают разные так далее дальше плутон в оппозиции с вселенной вот с белой луной белая луна на самом деле это энергия которая хорошо наработана в прошлом воплощении в прошлой жизни это можно сказать наша сила и она в принципе в соединении с венерой что усиливает желание венеры что усиливает но как бы вот усиливает в принципе и возможности венеры получается что даже вот при всех безвыходных ситуациях да как бы выход человек ну где-то находит какие-то ресурсы для того чтобы жить красиво ну но это конечно чревато тут два контролера да и сатурн и плутон но тем не менее все таки венера старается вот как бы нашептывает на ушко но ты же достойно этого ты же венера ты не зря этого хочешь ты достойно этого ты ты просто вот немножечко под это там найди какое-то другое окружение там ну вот эти всякие техники вот сюда с хорошо зайдут да то есть ваше окружение вас там выводит но вот вот это вот здесь как раз будет очень хорошо работать потому что вот белая луна надо она и обладает энергией и она дает венере как вдохновение и надежду самое главное понимаете и вот здесь вот конечно усугубляется вот это вот противоречие да когда хочется еще больше хочется а не может сюда вот все ситуации происходят так что к сожалению вот так вот приводят борется светлое и темное опять-таки сатурн в квадрате с венерой пессимизм замкнутость скупость дефицит денег и любви до юпитер квадрат нептун это у нас уже немного так где у нас юпитер вот юпитер квадрат нептун а вот это вот как раз что касается его вот этого хорошо подвешенного языка и вообще вот я почитала его биографию и про него говорят что он со школы вот такой вот авантюрист да и что это где сигнал этого да вот пожалуйста значит юпитер квадрат нептун это ненадежный мечтатель фанфарон у него гордыня тщеславие да лень при этом да то есть получается что человек мечтатель но ленивый да вот вот ему хочется да и венера здесь хочет роскоши и фантазии у него такие прям а ему лень лень просто попу поднять и что-то начать делать и поэтому он ищет легкие пути но и в принципе находит потому что здесь у нас хороший аспект с плутоном с тем же самым да то есть все таки находит какие-то лазейки находит где-то перезанять может еще что-то да вот все таки находит да и вот поддерживает подпитывает свои вот эти фантазии уход от реальности и соответственно получается что вот этот аспект и еще один аспект солнце в соединении с меркурием вот здесь вот хорошее соединение это говорит о том что у него прекрасно подвешен язык он очень остроумен при всем при этом вот при всех этих проблемах с деньгами да он реально очень умный харизматичный и как вы увидели артистичный вот представьте он убил свою жену и сидит он на голубом глазу нам рассказывает про то что она ушла несколько дней назад и он он сокрушается да он вместе с нами возможные варианты развития событий рассматривает да то есть вот это вот пошел бы он по актерской стезе да да он денег бы больших не имел но он стал бы хотя бы известным хотя бы какую-то хотелку удовлетворил но хотя в принципе он и так стал известным и многие из вас наверняка его помнят но если даже не помните я напомнила да это вот было в 2008 до году или в седьмом но как раз вот сразу после нового года у них это и произошло так что понимаете да что в наших гороскопах все это заложено вот эти вот все качества это все просто надо расшифровать а и что касается вот теперь давайте по ире пройдемся и в данном случае я вижу что женщина просто а сейчас сатурном так мы с ней а так значит по ней вот здесь вот мощное сочетание где солнце в соединении с плутоном а это вот помните в предыдущем примере солнце было в оппозиции с плутоном то есть они открыто враждовали а здесь получается эти две планеты они не в оппозиции да они просто в соединении получается в человеке и доброе и злое и это все вот друг друга и еще больше воспламеняет это человек вот вот ирина да она прям мощнейшие энергетические хотелось бы посмотреть в каком доме у нее вот это скопление планет оказалось это просто вот знаете женщина очень мощная энергетически и это вершина то у квадрата причем смотрите здесь участвуют и сатурн да и вот это вот у нас личное солнце то есть тут вот просто вот я не знаю мощнейший человек до встретился вот с этим манипулятором дак у которого хочется жить на широкую ногу до хочется много чего а не может нет такого сочетания да действительно она обладала мощнейшим потенциалом но этот потенциал изначально пустила не туда потому что я почитала ее биографию знаете вот такие небольшие звоночки здесь я конечно не хочу осуждать и в общем то я тоже кстати я ее года рождения и в принципе я тоже по ее пути изначально шла и ну вот я помню вот это вот когда был вот этот разгар атеизма и все такое когда это было прям вот не камильфо верить в бога и прочее вот смотрите шестилетняя девочка ира черская это ее девичья фамилия мелом написала перед прабабушкиными иконами бога нет она рассказала это в живом журнале и кстати она имела хороший успех в жж потому что вот такое соединение понимаете дает харизматичную личность и невозможно не заметить она либо словом либо делом она обязательно станет заметной и вы видите вот по фотографии горящие глаза человек энергетически просто вот мощный вот и даже бы кстати по физиогномики большерота и что тоже о многом для меня говорит да и ну здесь действительно очень интересная личность да но вот вот эту всю энергию бы да в мирное русло и вот когда она встретила его да а у него за спиной получается были отношения где он тоже вел себя абьюзивно она написала в своем же же на женщины иногда или часто совершают ошибку пусть другими он вел себя ужасно на припи например топил в ванне со мной так никогда не поступит и действительно вот с точки зрения ее вот этого соединения солнца с плутоном там представляете какая гордыня просто вот ну это зашкаливает а потому что солнце это не только мужчина в жизни женщины это и гордыня это ну это я это эго и тут такая поддержка за со стороны плутона то есть я бог я вообще как со мной да и да чтоб я такого вообще нереально так вот получается что она так действительно считала она вот с такими установками вошла в эти отношения но и соответственно вот такой итог да значит так 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 лилит соединение с узлом еще такой прям очень опасный звоночек это прям знаете узел это конечная точка куда мы должны с вами прийти и когда здесь еще и лилит это усугубляет потому что северный узел это то та . которая находится в противовес к той точке южного узла они всегда в оппозиции южный узел это те навыки которые мы наработали в предыдущей жизни и в этой жизни нам это дается легко а нам надо перейти что называется перешагнуть через через обрыв до через бездну и на абсолютно противоположные вибрации перейти вот наша задача у каждого из нас именно такая да сделать смелый шаг и начать делать то что мы не вообще не умеем делать и наработать эти навыки вот у каждого из нас такая задача и получается что мало того что сделать этот шаг очень сложно так еще этот шаг у вот эти квадраты от вот этой вот мой мощнейший гордыни и еще и здесь черная луна получается что здесь мало того что сюда страшно идти так здесь нехватка энергии черная луна это то что мы в прошлой жизни перри перебрали энергию и в этой жизни у нас к сожалению нам этой энергии не хватает это черная дыра энергетическая туда можно забрасывать забрасывайте никогда не будет довольно да и получается что сюда и страшно идти и здесь нехватка энергии а это ее предназначение это то куда обязательно надо идти это но получается жизнь впустую если ты сюда не идешь и это значит что ну как бы ты если но вселенная видит что мы не развиваемся эта точка ее развитие да то к сожалению смысла нет дальше вот держать человека на этой земле да и перри перевоплощение но я не знаю верите вы в это или нет но как бы я для себя нашла такое объяснение и надеюсь что вам это объяснение понятно да так вот получается что здесь вот такая вот сложность до черная дыра до энергетическая а здесь вот завышенная просто самомнение и здесь еще сатурн это все контролирует до подбрасывает проблем до ограничений и соответственно скорее всего до безденежья вот мужчина безденежный как раз пришел как раз вот такой вот и по энергиям совершенно никакой да да с хорошо подвешенным языком умеет хорошо пускать пыль в глаза но он не соответствует вот этому уровню который нужен в данном случае ей да и куда ей надо идти и поэтому конечно же были конфликты конечно же они друг друга ну создавали ну вот такие вот сложности и вот вот по поводу этого соединения хочу еще пару слов сказать солнце с плутоном это что это такое это яркий лидер это человек который жаждет самоутверждение он борется за популярность власть успех а тут у нас еще один непризнанный гений до у которого вот пожалуйста солнышко с меркурием да он тоже хочет быть успешным да он хочет быть вот но он да он получил свою минуту славы когда на рассказывал вот в данном случае да вот в этом интервью действительно просто аплодирую стоя его актерскому мастерству да значит дальше что еще это дает диктат стремление командовать авторитарность конфликты с окружающими неуживчивость неосторожность опрометчивость нетерпимость склонность к несчастным случаям опасность хирургических операций болезни воспалительного характера ну то есть вот у нее вот это соединение она и давала вот эти конфликтные ситуации да и в итоге я думаю что вот сыграла такую роковую роль потому что он рядом с ней меркнет да она действительно очень яркая заслону в карман не лезет да и он тоже хочет быть лидером вот вот получилось получился такой конфликт а значит и узел в оппозиции с сатурном это еще один такой показатель того что сатурн то наблюдает и если ты не идешь по пути своего развития он еще подбрасывает тебе проблем да то есть тут как бы не идти туда на эту сторону до чревато но идти страшно а получается идти ей не давала ну во первых это что родилась королевой а денег на расходы не хватает но соответственно как бы не до этого здесь энергии мало да лучше вот по южному услужить а вот задержка в этом южном узле получается вот соединение с этим сатурном и давала всякие проблемы ну вот такая вот история да ну так так такой блин уже час я разговариваю давайте я сейчас запишу следующее видео по поводу проработки всех этих аспектов потому что ну как бы ради этого я и сделала видео но так получается что немножко не уложилась поэтому следующее видео я сделаю как дополнение продолжение вот этого выложу его сразу на следующий день давайте выложу чтобы не было на слишком много в один день вы пока переварите эту информацию а следующее видео я сделаю именно по проработке каждого каждой из этих планет потому что каждую из этих планет обязательно надо прорабатывать понимаете вот тут нельзя сказать вот когда оппозиция это перетягивание одеяло каждая планета она тянет на себя одеяло и наше внимание не может концентрироваться сразу на всем и нам легче всего на какой-то вот на какой-то одной планете сконцентрироваться и как бы наработать какую-то модель поведения а получается что другая сторона она очень сильно страдает и наша задача дать энергии и туда и туда и чтобы они вот на эти конфликты друг друга ну скажем не реагировали да и про себя хотела сказать потому что у меня тоже этот аспект и он невзирая на то что я вот 10 лет прожила тоже в абьюзивных отношениях я по тому уран и марс у меня конфликтовали да и выйдя даже из этих отношений мне всегда жизнь подбрасывает вот такие вот но уже лайтовые более ситуации но всегда я попадаю в эти вот ситуации где ну я сейчас уже разбираюсь почему мне это дается да и уже как-то с юмором к этому отношусь но даже невзирая на то что я там уже много раз это проработала много раз это поняла мне всегда подбрасывает жизнь вот эти ситуации и поэтому вот сейчас когда я уже это понимаю да я сталкиваясь с этой ситуации я думаю опа а где мне не хватает этой энергии где мне проработать где мне себя прокачать и вот вот это видео которое я следующее запишу я думаю станет вам хорошей подсказочкой для того чтобы вы тоже анализировали свои вот эти аспекты которые периодически я уверена в вашей жизни происходят если у вас есть оппозиции или квадраты вот если у вас в жизни происходит неприятность залезайте в свою натальную карту и разбирайтесь что там включилась и кстати там еще по транзитам в обучении есть и как строить транзиты и как строить синастрию и как свою натальную карту расшифровать поэтому либо присоединяйтесь к к этому к обучению да либо приходите ко мне на консультацию я вам тоже все это расскажу разложу и вам станет все это понятно и в общем то я призываю к тому чтобы мы с вами жили более эффективную жизнь смогли быстрее дойти до своего предназначения да и жить уже в удовольствии потому что когда мы уже вот на свой северный узел встаем да и работаем над его продвижением это знаете дает такое удовлетворение по жизни и ощущение счастья и ну поверьте мне это просто мощная такая вещь которая помогает и поможет любому из вас если в вашей жизни идет череда неудач возможно именно потому что вы не встали еще на ваш северный узел да вы не исполняете задач которые вам жизнь поставила и поэтому вот как в данном случае да там допустим сатурн он подталкивает изо всех сил делает кучу проблем чтобы вы все-таки ну создаются проблемы на одном месте что вы перешли на другое понимаете это как вот я из турции тоже держалась держалась в турции мне там все нравилось но уже начались проблемы с документами я сделала дороже документы потом еще поняла что блин а сколько можно выбрасывать денег да если есть другие страны да есть другие возможности и вот не дотягивать до того чтобы начинались проблемы да и делать шаг неизвестность да но это чаще всего как раз вот именно тот шаг на который подталкивает нас вселенная поэтому я вас призываю заняться астрологией я вас призываю разобраться в себе и сделать свою жизнь более эффективной но надолго с вами не прощаюсь буквально сейчас же запишу следующее видео как прорабатывать вот эти планеты которые у нас могут приводить к тому что ну создавать какие-то проблемы да поэтому пока ненадолго прощаюсь с вами до новой встречи которая уже совсем скоро произойдет пока пока